Здравствуйте дорогие друзья, это свежий выпуск подборки новых и проверенных временем приложений для iOS и Android устройств. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Эта программа позволит вам заводить и контролировать свои привычки. Причем не важно, это количество прочитанных страниц книги в день или с куриных сигарет, когда вы бросаете или хотите сократить потребление никотина. Приложение ведет подробную статистику и напоминает о том, что нужно сделать сегодня, а все цифры наглядно выводятся на главный экран. Присутствует скромный спектр настроек каждой привычки включая цвет, периодичность и особенности счета. Вот периодичность могли бы сделать более кастомизируемую, а то выбрать 3 дня в неделю уже не получится. Круто, что создали раздел с идеями, где имеется внушительный перечень того, что можно сделать подконтрольным. Существенных недостатков два. Отсутствие русской локализации и ограничение бесплатной версии. В три привычки. Хотя, думаю многим и этого будет вполне достаточно. Компания Adobe представила свое ведение идеального сканера и распознавателя текстов. Чем крут Adobe Scan? Есть автоматическая съемка при определении материала. Программа точно определяет границы документа. После фотографирования можно быстро поменять порядок файлов, обрезать изображение, повернуть его. Применить три фильтра на выбор для более четкого вытравливания фона. Итоговое изображение конвертируется в PDF. А где же сканер, спросите вы? Он расположился в приложении Acrobat Reader от того же разработчика. Оно также бесплатно для скачивания. Быстро открыв в нем документ вы уже сможете с легкостью выделять и копировать нужный текст прямо из отсканированного изображения. Не разобрался только в одном. Я знаю, что в Adobe есть месячная подписка, но во время использования обоих приложений никто ничего не требовал покупать. Если книга с контактами на вашем iPhone скорее напоминает помойку из-за всяких там Вася iPhone 7 или Наташа машина, которые были созданы на пару месяцев, но вот уже несколько лет до них не доходят руки, то вам однозначно надо установить Temp Fonts. Благодаря этому инструменту вы сможете создавать и группировать временные контакты, которые в пару кликов будут отправляться в виртуальную помойку. Используйте фотоконтакты, состоящие лишь из одного изображения, полученного с визитки или рекламы на фасаде. Есть встроенные напоминания о звонках и удаление с отсрочка контактов или групп после завершения проекта. И самое вкусное, тут есть номеронабиратель с функцией T9. Тапая по цифрам вы сможете увидеть номера контактов с совпадающими числами. Блин, почему Apple до сих пор не внедрила эту возможность в штатную звонилку. Приложение Temp Fonts в первую очередь ориентировано на людей, чьи интересы или сферы деятельности завязаны с огромным количеством людей, с которыми вы проведете ограниченное количество времени. Приложение бесплатное, но с ограничением по количеству временных контактов и групп. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда вот вы нашли классную обойну, но на экране блокировки iPhone плохо видно часы или иконки приложений сливаются с бэкграундом, а иногда и вовсе хочется залить спрингборд одним цветом. Со всеми тремя вопросами отлично справляется бесплатная программа Clarity. Приложение имеет простой и удобный интерфейс в функции менюм. Добавить маску верхней части дисплея, градиент или заблюрить. Со своими обязанностями программа справляется, но чего-то большего ждать не стоит. Если у вас стационарный компьютер или встроенная камера в ноутбуке попросту оставляет желать лучшего, то не спешите бежать в магазин и покупать вебку. Как очень хороший и что самое главное беспроводной вариант можно использовать камеру смартфона для того чтобы стримить видео напрямую в клиент на компьютере. Причем это вполне может быть и любой инструмент в UIP-телефонии вроде Skype. Подключение очень простое и не требует никаких дополнительных настроек. Установили приложение на смартфон, драйвер и клиент на компьютер, подключились к одной вайфи сети и готово. Приложение бесплатное и на русском языке, реклама присутствует. Купив полную версию вы сможете передавать более качественное Full HD видео, звук со смартфона, активируется ручной фокус, вспышка, отключится реклама и водяной знак. Такая опция обойдется в 6 долларов. Бесплатная версия отлично подойдет как временный вариант, когда у вас вообще нету камеры или вы не требовательны к качеству картинки, ну а если захочется большего, то лучше купить полную версию. Unbox Therapy распаковывают на клику с цифрами на трекпад стоимостью 30 баксов, а Apple предлагает купить отдельный цифровой блок, куда катится мир. Да, в урезанной Magic Keyboard или клавиатуре MacBook не хватает отдельного блока с цифрами, но это не проблема, если у вас есть iPhone. Бесплатное приложение Remote Pad в несколько кликов превратится в сенсорную площадку для компьютеров Mac и вы сможете с комфортом набирать цифры как на полноразмерной клавиатуре. Получается дешево и сердито, но однозначно удобнее чем при наборе цифр расположенных в верхнем горизонтальном ряду на клавиатуре MacBook. А вот это простой и очень минималистичный конвертер валют. Основная фишка программы – отображение таблицы с величинами, где можно посмотреть не только на конкретную конверсию определенной суммы, но и на целый список близлежащих величин. Также тут присутствует очень удобное свайповое управление. Смахивая вправо или влево вы будете изменять сумму на порядок в большую или меньшую сторону, а тапнув по конкретному числу вы получите меньшее значение в промежутке. Список валют максимально полный, есть и поиск. Ограничением бесплатной версии нельзя вводить точные числа, приходится довольствоваться только целыми значениями из таблицы и есть только основные валюты. Зато нет рекламы и есть 14 дневный триал. За полную версию попросят 4 доллара, что я считаю многовато для конвертера валют. С другой стороны тут очень приятный интерфейс и удобное управление. Приложение уже побывало в топе App Store. Если вы знаете более удобные бесплатные аналоги, обязательно отпишитесь в комментариях. Если вам не по карману очень крутой текстовый редактор Ulysses, который по большей части используется профессиональными журналистами, то обратите внимание на BEA. Несмотря на то, что он позиционируется разработчиками как изящное приложение для заметок и прозы, это самый настоящий инструмент для удобного написания как одиночных, так и групповых статей. Тут есть достаточно удобная иерархия для структурирования заметок, основанных на тегах и подтегах. Есть все интересующие инструменты для разметки. Как и в штатовом заметочнике iOS можно прикреплять изображение с галереи или рисовать собственное. Не забыли разработчики и о настольном клиенте для Mac. Базовых возможностей редактора хватает с головой. За дополнительные плюшки вроде синхронизации, расширенного шаринга или темы оформления придется платить за подписку. Вообще подписка это зло, но хотя бы в триальном режиме или подписавшись всего на месяц вы поймете ваше это или нет. Лучше чем заплатить за софт большую сумму и никогда им не пользоваться. Фантастически красивое приложение Lake не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Это очень красивая разукрашка с сотнями очень качественных изображений, в которые можно вдохнуть кучу красок. Управление удобное, есть несколько инструментов помимо банальной заливки для достижения лучшего эффекта. Примечательно то, что навигация, масштабирование, отмена действий и выбор маски реализованы достаточно классно и при работе с Lake не возникает ощущения дискомфорта. Приложение не имеет русской локализации, правда тут и читать то особо нечего, а вот количество бесплатных изображений ограничено, благо хоть база периодически обновляется. А оформив подписку вы получите просто колоссальное количество заготовок. Если у вас есть тяга к рисованию, то обязательно обратите внимание на лайк. Многие сейчас залипают на инстаграм, но не стоит забывать о том, что можно использовать эту социальную сеть как развлечение, а можно как бизнес. Одна из подписчиков нашего канала порекомендовала попробовать приложение Planner at Design for Instagram как отличную утилиту для получения полезных советов, а также управлением аккаунтом, ну или аккаунтами в инстаграм. Помимо теоретической и практической базы есть возможность создавать шаблоны под различные виды и категории изображений, а затем в один клик добавлять их к различным фотографиям. Имеются шаблоны для комментариев, редактор хэштегов, инструменты для планирования и заготовки публикаций. Только вот автопостинг отсутствует, но видимо это уже ограничение инстаграм. Не все эти функции бесплатны, да и тут гребанная подписка. Она позволяет создавать неограниченное количество фотографий и шаблонов, открывать доступ к статистике, увеличивать теоретическую и практическую базы. Первые 10 дней подписки бесплатны. Рекомендую за это время прочесть как можно больше толковой теории. Разумеется если вы не собираетесь приобретать подписку и попрет. Ребята, с каждым разом мне становится все сложнее искать качественный софт. В комментариях к этому видео не забудьте рассказать о своих любимых приложениях, которые вы рекомендуете для скачивания. Ну желательно чтобы они уже не были освещены в прошлых выпусках. На этом все. С вами был Вадим Ющенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Ну конечно если подпишетесь на канал. Пока пока.